Девушки отдыхают Журнал «Советский экран» Артистки фотографировались Хорошо, но здесь вы поработали Я считаю, что нет каких-то определенных сроков Их смены раз в год или раз в месяц Но важно, чтобы аватарка была актуальной И она отражала твой нынешний образ Твое нынешнее состояние Так как я человек общительный У меня, во-первых, очень широкий круг общения Во-вторых, очень широкий круг деловых связей И я считаю, что важно предъявлять себя актуально людям Поэтому раз в год я провожу фотосессию Обычно это происходит где-то в районе 8 марта Весной, иногда на улице После чего выбираю эту фотографию Которая мне понравилась Которая, на мой взгляд, опять же Наилучшим образом отражает мою суть Суть моей личности И обновляю ее Даже мои сотрудники одно время недоумевали Почему я целенаправленно иду и делаю фотосессию Потому что на это требуются какие-то ресурсы, время Должно обязательно привести себя в порядок Как-то обновить гардероб Но потом они стали понимать, почему я это делаю Потому что в деловых отношениях Особенно очень важно показывать себя настоящего Не приукрашивая Ни в коем случае не молодящийся такой образ То есть я хочу, чтобы меня видели На столько лет, сколько мне сейчас есть Когда человек позиционирует себя в сети В визуальном каком-то формате То чаще всего он выражает Только лишь одну из своих сторон И еще чаще желаемую сторону Поэтому мы понимаем, что человек к нам повернулся Какой-то гранью своей личности И сейчас он предъявляет нам именно ее А личность это как раз совокупность ликов Это вот те самые повернутые к нам Можно сказать маски Которые работают в социальной среде Которые скорее всего будут одобряемы Ну вот в случае такого предъявления себя Поэтому человек поворачивается выгодной стороной И судить о его психологическом портрете Ну очень сложно Но по поведению По вот этому предъявлению себя в сети То есть видно, как человек Какие подбирают визуальные образы Какие словосочетания, тексты, фразы Используют для своего присутствия Вот эти штрихи могут на что-то намекать Вы знаете свою рабочую сторону? Да, вот это Точно? Да, и тогда нужно вот так наклон делать голову Вот так? Нет, наоборот Обычно человек приходит, чтобы заказать Хорошую фотосессию Где у него будет в итоге много различных фотографий И он будет классно смотреться на них Я часто наблюдала, что если человеку понравился Какой-то определенный портрет, который я ему сделала Он обязательно появится у него в соцсетях Да, это так, потому что мы открываем соцсети Смотрим, во-первых, сначала шапку профиля Либо какую-то главную страницу Где видно лицо человека И, собственно, все аватары Это какая-то портретная фотография Портрет, кстати, может быть просто лицо А может быть портрет в полный рост Это тоже портрет С этим обращаются Не так часто, как разобрать гардероб За персональной консультацией или шопингом Но обращаются И за контент фотосессии В основном это разные эксперты Психологи, юристы Фотографы, кстати, тоже Есть ли у человека какие-то проблемы То есть, возможно, есть какая-то проблемная кожа То есть иногда часто говорят Что да, вот мне бы убрать там прыщи Но в основном, если ты умеешь работать со светом Знаешь, как это все работает То проблем нет То есть людям нравятся и исходники Но можно где-то, конечно, что-то приукрасить Многие стараются себя приукрасить Или просто забывают о том, что меняются И, соответственно, они обновляют аватарки В течение десятков лет Даже такое бывает И порой бывает пред тобой Предстает тот человек Образ которого абсолютно не соответствует его аватару И, конечно, это вызывает некоторые недоумения Не всегда мужчины соответствовали В реальности тем фоток Которые стояли у них на аватарке Или которые они присылали Был один случай вот такой Когда я общалась Переписка была такая длительная Мужчина был интересный в переписке Разносторонние интересы Спорт, деревообработка На фото спортивный мужчина Ну, лет, наверное, так Максимум 45 Вот Ну и все-таки вот он меня уговорил на встречу Хотя мне не очень хотелось Но я нашла там какие-то, не знаю, там 10-15 минут, полчаса И пришла к нему на встречу И встретил меня мужчина не 45 лет А скорее всего 55, если не 57 Вот это было, конечно Ну, не сказать, что разочарование Потому что, ну, я собиралась просто пообщаться Там, может быть, как-то интересно провести время Уже в очной беседе Но я постаралась побыстрее свернуть это свидание Потому что, ну, как вот это несоответствие, да Тот образ, который ты себе представил по фото Увидел этого человека И вот тот, кто к тебе пришел Нет, такое не по мне Возраст вот в этих сетях Это вот основное Там постоянно же все занижают свой возраст Что мужчина, что женщина Поэтому, если это происходит часто Ты встречаешься вот с таким Несоответствием реальности и фото То ты потом начинаешь смеяться А если это вот, например, в первый раз То это, ну, недоумение Ну, как так-то? Ну, ведь мои фото реальные Вот они, пожалуйста, я поставила на аватарку Я присылаю вам Вот она, я такая, как есть А вы там чего из себя пытаетесь изображать? Легковесно-пренебрежительное отношение К самой коммуникации То есть вот я же выхожу к людям Я себя предъявляю Есть моя визитная карточка Если так в старой терминологии Рассуждать И если я ее не обновляю То я просто не стремлюсь поддерживать Эту коммуникацию актуальной Я не стремлюсь донести до людей Мое теперешнее состояние Вот кто я И в каком я виде сегодня Это скорее просто, ну, как сказать Отставание от требований Предъявляемых социальными сетями сегодня Это люди прежнего поколения До всех вот этих новых поколений Начиная с 90-х годов То есть люди старшего поколения Они просто, ну, не знают, как иначе Вот, и не стремятся этим как-то жонглировать Это один большой класс, такая категория По-хорошему, конечно, надо быть Вот если ты этим пользуешься Тебе надо быть на волне Этой социальной сети И надо понимать тех людей Кто будут обращаться к твоему аккаунту Всем нравится всегда не будешь Вот, а вообще Рекомендации такие вот К аватаре Это должна быть, во-первых, яркая И видно, по идее, лицо человека Чтобы люди знали, с кем они Собираются вести интернет-диалог Вот так вот Вот, поэтому, во-первых, человек не должен сливаться с фоном На котором вот он будет сфотографирован То есть лицо должно быть, ну, как будто подсвеченное То есть получается, чтобы лицо было видно Вот Дальше одежда, на которой он будет, на этой фотографии Она будет какая-то яркая Это будет всегда привлекать внимание Кстати, красный цвет для аватара Это считается одним из таких, ну, как бы топовых Да, потому что всегда Когда где-нибудь эти маленькие аватарки там будут Будут Человек в красном Будет всегда привлекать внимание Все будут смотреть А кто это там? Кто это там такой в красном? То есть вот Его выделят всегда из-за там большинства Если вы ищете парня То вообще Нужно одеваться в какие-то женственные Розовые, фиолетовые Вот такие вот цвета То есть которые именно будут символизировать Нежность Там вот какую-то вот Романтику опять-таки То есть более романтичный образ Рекомендуется выбирать Бежевый достаточно спокойный цвет Но вот в бежевом на аватаре Вы рискуете слиться с фоном То есть там, когда вот она маленькая Прям совсем То есть он видно вас Ну, не будет В бизнес-аккаунтах Лучше обойтись без кудряшек Это первое, да То есть все-таки образ должен быть Действительно по-деловому Если это бизнес-аккаунт Но опять-таки бизнес-аккаунт какой? Серьезного человека, предпринимателя Допустим, там Оказывающего какие-то финансовые услуги Это будет одна история То есть все равно должен быть человек Наверное, в костюме, да И выглядеть солидно А если это бизнес-аккаунт девушки Которая организует праздники Ну, возможно, должно быть что-то яркое Такое, цветное И там вот я с воздушными шариками Например, потому что она же в праздник Я ушла из журналистики Сейчас работаю с крупнейшим Российским масс-маркет-брендом И занимаюсь непосредственно Визуалом этого бренда То есть я ответственна за то Как аудитория видит в интернете этот бренд Чаще всего я занимаюсь тем Что оформляю именно соцсети Делаю съемку Готовлю съемку Предлагаю какие-то идеи Беру на себя постпродакшн Обработку этих кадров И отвечаю за то Как и в каком порядке Эти кадры будут размещаться в интернете То есть формирую визуальную ленту Бренду просто нужны фотографии Где хорошо видно одежду Чтобы эта одежда соответственно продавалась В целом это все зависит Наверное и от целевой аудитории бренда Смотря что это за бренд И кто его покупает Условно какой-то российский масс-маркет Который продает там футболки По 200 рублей Не может делать съемки На уровне какого-то люкса Потому что это просто не будут покупать К нему зайдут на страницу и подумают Вот блин Это наверное очень дорого Просто потому что фотографии Выглядят слишком дорого В тренде естественность Искренность и честность Там условно ты выходишь в интернет Без масок и без фильтров Тебя за это ценят Ты показываешь свою реальную жизнь Тебя за это ценят И все Больше ничего людям не надо В некоторых сферах деятельности Ну в том числе в сферах бизнеса В сферах творчества Когда за брендом стоит персона Например Вот у нас на виду некоторые такие бренды Там выгодно предъявить саму персону Действительно Люди часто доверяют человеку Если они Ну образу человека Если они видят этот образ То есть здесь не что-то мистифицированное Не какая-то сложная организация Человеку доверить проще Чем некоторой системе Поэтому иногда это действительно оправдано Я в целом рекомендую клиентам Если они хотят работать на личный бренд Если они хотят начать зарабатывать в интернете То им, конечно, нужно выстраивать продающую картинку Даже если ты мастер по бровям Тебе нужна красивая продающая картинка И аватарка, где видно твое лицо Если ты художник Если ты чем угодно занимаешься Какие угодно услуги ты продаешь Тебе на аватарке Необходимо иметь фотографию своего лица И никаких кошечек и собачек Всемирная паутина Это опасное и неприятное место Пусть я выставлю Впереди себя Классную собаку Которая будет отпугивать, например, мошенников У меня все время в аватарке Каких-нибудь смешных собачек Потому что у них забавные моськи Они добрые, какие-то веселые С разными там эмоциями Я часто снимаю собак на улице Ну, если вижу какую-нибудь смешную маленькую, например Или занятую каким-нибудь интересным делом Вот, а потом они становятся моими аватарками Я никак себя не ассоциирую с собаками, конечно же Я даже не знаю, почему Просто потому что они милые, наверное, пушистые Поэтому Иногда это картинка-заместитель То есть я не хочу предъявить себя в чистом виде Я не хочу быть в лучах локаторов То есть сразу быть распознанным, пойманным Обнаруженным Я хочу оставить за собой право Выглядывать из-за шторки На того, кто ко мне вышел И показаться ему только уже, когда сочту нужным Если сочту нужным Другой вариант Это выражение своего состояния Через тот образ, который у меня хорошо внутри резонирует Это не всегда Ну, такая глухая замена Иногда это именно символ Который выражает что-то мое Индивидуальное И оно лучше всего сейчас резонирует со мной Вот у меня есть в душе такое состояние Я выставляю эту картиночку В данный момент, который у меня сейчас стоит У нее невероятное выражение лица Оно очень подходит в данный момент к моему настроению Эта собака мне попалась на сибирском международном марафоне Рождественском марафоне И тогда шел сильный снег Было достаточно тепло, но очень снежно И вот этого песеля заносило снегом Он сидел на руках у козяйки Он такой был недовольный, что его зачем-то вытащили на улицу Не гулять, не бегать, а просто сидеть на руках И вот смотреть, как другие бегают А я тоже там такой весь заносимый снегом Думаю, лучше бы я дома сейчас лежал Это могут быть не только животные Это могут быть растения, пейзажи, объекты Вот я помню, у меня один друг выставлял одно время Такой извергающийся вулкан на аватарке И это показывало его внутреннее состояние Как из него вот этот потенциал прет И он на таком взлете социальном находится Ему сейчас эту энергию девать некуда И вот он себя выразил там А в другой момент он сверхзвуковой истребитель на взлете размещал И это тоже, ну примерно про то же Только там уже больше направленности Больше такой технологичности в этом образе Даже подружки замечают, говорят, ты раз в месяц точно меняешь фотографии Почему? Ну надоедает Я такой человек, которому быстро все надоедает Даже фотографии, поэтому я всегда что-то меняю Я не всегда ставлю портрет Иногда я делаю какой-то интересный фантазийный коллаж Потому что я все-таки художник И фотограф, и художник Да, я могу взять фотографию и превратить ее в какой-то элемент искусства У меня есть там такая коллажирная фотка Но там у меня цветок И в цветке я Там, грубо говоря, можно найти меня, если приглядеться На самом деле, если посмотреть на аватарку Там просто издалека видно, что просто какой-то сиреневый цветок Вот, такие вот штуки я люблю Вот такое яркое и сочное предъявление себя Это некоторое заявление То есть у человека есть намерение себя выразить И выразить достаточно громко Поэтому любые цепляющие глаз образы Это, конечно же, более громкий голос человека Ну, визуальными средствами Поэтому, да, может быть, творческая личность так выражает Не может себя ассоциировать с чем-то типичным, обыденным Не акцентирующим индивидуальность Я провожу в соцсетях довольно много времени С этим связана моя работа Я там могу сидеть по 8-12 часов в сутки Но при этом, да, действительно Я очень мало внимания уделяю собственным соцсетям То есть я могу выложить, там, не знаю, один пост в год Два поста в год А аватарки в большинстве соцсетей у меня не стоят А где стоит, то это именно по служебной необходимости Потому что надо с людьми общаться Надо, чтобы люди узнавали Я считаю, что люди выкладывают в соцсети Очень много личной и лишней информации Я работаю с соцсетями, и я это вижу Эта информация может быть в том числе использована против них Как мошенниками, например Которые могут проанализировать профиль Найти фотографии десятилетней давности И сказать, а помнишь, как мы с тобой там 10 лет назад там зависали в таком-то баре А мы же еще вот общие друзья у нас были А помнишь, они с тобой так пообщаются недельки-три Потом у тебя попросят денег Они ватрутся в доверие Приводя реальные факты из твоей жизни Ты уже не помнишь, что ты их выкладывал В одном из многочисленных То есть у нас же не одна соцсеть, у нас их много Вот, в одном из многочисленных профилей Бывает, что люди сами на себя выкладывают компромат Я с этим сталкивался тоже со своими друзьями Когда все мы молодые, все мы где-то любим как-то весело провести время Человек выкладывает фотографию и забывает про это Ну, там лет через 10-15, когда он занимает серьезный пост Когда он, например, идет на выборы Это где-то всплывает, это находят И человеку предлагают заплатить уже деньги Чтобы это не всплыло, не знаю, на листовках Расклеенной на всех подъездах Или в каких-нибудь рабочих чатах Потому что люди очень безответственно относятся к тому Как они делятся личной информацией Когда сейчас мы видим пустую аватарку То можно это расценить предварительно Еще до знакомства с человеком Просто как намек, как некоторый сигнал О том, что человек не готов или не хочет Или не может предъявить себя в виде какого-то символа Или в виде своего собственного изображения То есть у него есть причина Остаться неопознанным Остаться таким визуально-инкогнито Ну, а за этим уже что-то будет стоять Но какие-то причины Так гадать в пустую, тыкать пальцем в потолок бессмысленно То есть мы просто понимаем Человек не хочет выходить из норки Пустая аватарка защищает меня от мошенников От нежелательных людей И с которыми я не хочу общаться То есть мой близкий круг Он меня и так знает Знает, как меня найти Где меня найти И узнает меня даже без аватарки Я вообще начала культурой аниме увлекаться в 2020 году Потому что как-то это модно и тенденцией становилось В более раннее время это даже как-то порицалось что ли Ну, как-то прикалывались над людьми Которым это нравилось И многие это как-то скрывали Сейчас люди нормально к этому относятся Это вообще отдельная ниша в культуре Потому что там очень-очень много произведений Начала смотреть самых популярных Первое такое крупное Наруто было Аниме Сейчас такое время, я не знаю Мне кажется, мое поколение позволяет себе быть более инфантильным Просто даешь себе возможность Побыть ребенком И проецировать какого-то персонажа на себя Возможно, тебе просто нравятся эти качества Мне, как правило, нравится аниме в жанре сенен Это боевые аниме, как ни странно Как правило, там есть главный герой Он в начале такой простак А в конце он достигает какой-то своей крупной цели Он там развивается Ну, как правило, как-то физически Какие-то техники боя осваивает и прочее Мне больше этот архетип персонажей нравится Потому что это мотивирует на то, чтобы выкладываться на все сто В работе, там, в творчестве Аниме — это такой удивительный мир Это среда, в которой можно идентифицировать себя с героями Не похожими на тебя То есть ты идентифицируешь себя не с субъектом Который с тобой имеет созвучность внешнюю, например Или поведенческую А ты можешь назначить себя в роли персонажа Который вообще на тебя не похож И быть им, ну, вот в этом мире Поэтому, когда я ставлю на аватарку анимешную картинку Я сразу притягиваю этот мир Я уже говорю на том языке Кто в этой культуре, в субкультуре уже присутствует Он фактически считывает это как иероглиф, как знак И за ним видит целую гамму смыслов Сейчас вообще такое время, когда очень много разных нейросетей разрабатывается Та, в которой я делаю для себя изображение Только в прошлом году появилась Формируется изображение на основе ключевых слов, которые ты пишешь По-моему, 75 слов можно забить Ну, вообще от площадки зависит У слов есть иерархия Те, что стоят в начале, имеют более весомое значение Возьмем конкретную ситуацию Я, например, хочу сделать тебе аватарку Значит, сначала я пишу, что изображена девочка Какие-то наиболее простые слова Потому что искусственный интеллект лучше их распознает Далее начинаешь описывать внешность поэтапно Глаза, размер, цвет Прическу описываешь Одежду, эмоцию, позу Можно описать Если в эпоху до информационных технологий Можно было эвакуироваться в алкогольный, например Виртуальный пузырь, когда реальность меняется И там человек проживает какие-то состояния Видит какие-то образы И они его на какое-то время спасают Но потом происходит болезненное возвращение в этот мир С похмельем Когда появились информационные технологии Можно опьянять свой мозг Вот этой виртуальной реальностью Но я говорю про те случаи, когда сильный диссонанс Между реальностью и виртуальностью Не случайно же Используется термин «аватар» С санскрита Это слово переводится как «нисшедший» Ну то есть спустившийся оттуда, откуда-то с небес На эту землю и воплотившийся в некоторой форме Поэтому человек вот в этой среде Пребывающий в каком-то более тяжелом состоянии Экспортирует свой образ туда Заворачивая его в некоторый аватар И там жизнь на этом острове Становится для него более счастливой Там можно жить параллельную альтернативную жизнь Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok